Из-за этого, наверное, уже не воспринимаю СМИ, потому что такие вещи там писали или говорили. И вот здесь человек на тот момент совершенно не мусульман в своей культуре пишет, а вот наступила эра гонения мусульман 4-ой самой сильной властью СМИ, а в моем окружении были мусульмане. После всего услышанного, увиденного, прочитанного о них, мне было страшно даже смотреть в их сторону. Общаться стало очень настороженно, чувствуя себя потенциальной жертвой. В вагон метро не заходило, если в нем была девушка в платке. Позже я решил узнать, что же подвигает на такие безумства некоторых из тех, кто называет себя мусульманами. Так я купил перевод Корана, не самый лучший, как оказалось позже. Изучала новую религию около полугода, задавала вопросы, особенно тревожила тема про борьбу с неверными. Борьба с неверными на начальном этапе, если кто помнит, но это уже давно было, раскручивали по полной программе. Но, слава Аллаху, были грамотные люди в окружении. В один из вечеров, когда была прочитана примерно половина книги, из моих глаз полились слезы. Сломанное из сердца вылетел осколок льдинки. На следующий день при свидетелях я проговорил о шахаде, следствии Единобожии. Если адресовать вопрос Рустама, зачем принимать ислам, христианин, это был такой вопрос. Лично мне, зачем вы, христианка, приняли ислам, я отвечу. Имея некоторый объем знаний об исламе, я уже не могла следовать христианскому учению, не потому, что надо молиться святым или отмечать Пасху, а потому, что только ислам ответил на базовые вопросы, которые сидели в моей голове с юношества. После иудаизма пришло христианство, на смену ему – ислам. Так и в моей жизни произошла эдакая эволюция души и никакой, в кавычках, измены родной религии. И здесь еще один, покороче один, тоже вам зачитаю. Это уже молодой человек пишет. Ислам – очень грамотная религия. А главное, она дает ответы, как на бытовые, приземленные вопросы, так и на жизненно важные. От вопроса, как совершать омовение, до вопроса, в чем смысл жизни. Ислам избавляет от заблуждения, что добро – Бог борется со злом сатана. И ясно дает понять, то есть заблуждение, что Бог борется с сатаной. Ислам ясно дает понять, что и добро, и зло, и все на свете создано Всевышним, великим и святым. Который превыше всего, и ничто с ним бороться не может. Для меня, родившегося в христианской семье, знакомство с достоверным исламом также стало избавлением от непонятных догм, от первородном грехе и триединным Боге. Вот это первая глава, здесь самые разные, люди как бы разных национальностей пишут самые-самые разные, это первая глава в таком контексте. Вторая глава, мы давно я собирался ничто такое сделать, потому что живя, мы не только пополняем свои запасы физических сил, интеллектуальных и духовных, но и тратим их, и в общем-то, если мы довольно таки активны, то тратим в немалом количестве. И, безусловно, пополнение этих сил, оно необходимо. Даже, не знаю, столкнулись вы, я, по крайней мере, начал смотреть и в свое время журнал психологи порекомендовал, причем высший балл поставил этому фильму, фильм называется «Beautiful». Интересный актер там играет, и буквально начало фильма я посмотрел, но фильм практически кричит о том, сколько пустоты в душе современного мужчины. Актер очень хорошо играет, и снят достаточно хорошо. И как раз таки именно об этой пустоте, что ее очень много, что он на автомате движется, делает, но пустоты в его душе очень много. И вот вопрос этой пустоты, мне в определенной степени, та глава этой книги, которая вторая, название у нее – «Триумф в обоих мирах». И там собраны цитаты из нескольких моих книг. То есть не то, чтобы читать всю книгу нужно прочитать, там «Мир души», или «Мужчины ислам», или «Всеудитат», или «Тафсир» – первый том, там 700 страниц. Здесь просто взяты отдельные цитаты, маленькая книжка, но здесь много цитат, которые могут помочь человеку в трудную минуту. То есть те цитаты, которые вдохновляют, воодушевляют. Те цитаты, которые кратко, но емко информируют, просвещают. Объясняют. И в свое время идея у меня такого рода возникла примерно 5-6 лет прошло. Однажды столкнулся с одной ситуацией как раз, но с таким еще раньше и до этого не сталкивался, Всевышний Милову особо так с больницами не пересекаться. А здесь, оказавшись в лесу, сплавлялись по речке летом, лес, и по сути дела мы достаточно далеко, там несколько часов ехать до ближайшей больницы, и хорошо еще оказалась рядом машина. И получилось так, что просто резко, ни с того ни с сего, начался процесс в организме, причем настолько быстрый процесс, воспалительный, то что по часам просто счет пошел, хуже, 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 хуже. Но так как более-менее здоровый сам по себе, то я думаю, что сейчас организм переборет, что-то происходит. А все хуже, 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 и уже реально совсем плохо, и так думаю для себя. Одну ночь пережил, а тут я уже в палатке, вторую ночь будет совсем туго пережить. И как раз говорю, хорошо еще, благо машина оказалась рядом, доехали до больницы, и как раз вот вечером вообще все вскочило, прямо резко пошла, там 40 и выше пошла температура, то есть уже такой серьезный процесс. И капельницы все там в течение суток откачали, все нормально, постепенно все восстановилось. И находясь в такой маленький городок, очень красивая такая, чистая, тихая больница, и читал, я с собой несколько вещей взял, которые читать. Читал, анализировал, писал какие-то планы, и в том числе тогда себе записал, что было бы очень хорошо собрать цитаты разные. Вот некие цитаты, которые воодушевляют, вдохновляют, которые заряжают тебя, что ты просто становишься эмоционально и энергетически просто непотопляемой личностью. И вот каждый в этом нуждается, и где-то одна цитата, человек ее лучше услышит, где-то другая цитата. И в немалой степени впервые у нас за эти годы получилось как раз это реализовать именно в этой книге. Зачем мне ислам? Здесь аяты, хадисы, мудрые какие-то цитаты из книг, то есть они собраны все в эту главу. То есть почитать. И человек, ну так, реально, ему станет намного добрее, легче, проще. И вот здесь одна цитата. Она взята из книги мужчин и ислам. Ну просто кратенько, но отдельная. Пророк Мухаммад да благословит его Всевышний приветствует. Часто произносил молитву, дуа. Особую ценность, которую в большей мере чувствуют постоянные в неумолимом стремлении к высокому, правильному, лучшему. И вместе с тем умеющие менять много в себе и в своей жизни. То есть это дуа? Да. Можно ее формально прочитать? Да. Но не сговориться. Заключительное Божье послание. Часто произносил эту молитву. Особую ценность ее чувствуют те люди, которые постоянны в неумолимом стремлении к высокому, правильному, лучшему. Вместе с тем умеющие менять многое в себе и в своей жизни. И вот эта дуа, здесь цитата, здесь перевод этой молитвы и ссылка на источник арабский. Сам смысл этой молитвы. Господи, удали меня от тревог и беспокойств. Никуда не денешься. Тревоги, теряные беспокойства, самые разные. И вот обращенность человека к Богу. И пример заключительного Божьего послания. Господи, удали меня от тревог и беспокойств. От печали и грусти. От слабости. От лени, опять же слабость здесь появляется. Слабость какая? Потеря сил, немощность, бессилие, болезнь, нетрудоспособность. То есть удали меня от слабости. От лени. Леность, нерадение, скука, опять же можно перевести. От лени. От трусости, малодушия. От скупости и жадности. От долгов, которые искривляют, там так образно идет, прогибают, ломают человека своей тяжестью. И самое главное, от состояния быть побежденным. От поражений. И здесь молитва заканчивается. То есть такое дуа с таким мужским характером. Хотя, конечно, на сегодняшний день, если кто из вас успел посмотреть книгу «Женщина и ислам», у нас была презентация, мы на 8-ое запланировали вторую. Ну, конечно, вчера даже попросили одни родители пообщаться с девушкой, ей 16 лет. Дважды уже убегала из дома. Ну, познакомилась с кем-то по интернету. Человек, ну, как сказать, с плохим прошлым. Судимости и так далее. Судимости. Ну, здесь подросток 16 лет. По интернету общение, все одно другое. И родители-то не против, говорят, если все это нормально выстроить сватовство, другое, третье, родственники, близкие, родные, бракосочетания. А здесь нет, ничего такого, серьезности нет. Тем более, у человека прошлое очень такое. И репутации вообще никакая. Так вот, ребенок дважды, подросток 16 лет, успевает поймать в пути. То есть нужно в другой регион ехать в пути, но все-таки возвращает домой. И вот как раз вчера общались, и говорит, ну, милости Вышнего. Я говорю, вот книга «Женщины и ислам». Ну, мы так пообщались, меня попросили, родители, пообщайтесь, говорит. И сам подросток говорит, интересно, то есть, тот человек, ну, старше примерно, там, сколько, на 7 лет, он говорит, просто вот когда даже по интернету разговариваем или по телефону, ну, человек очень сильно влияет. Такое влияние оказывает эмоциональное. Тем более, что, ну, женщина, а в данном случае вообще подросток, там, девушка, эмоционально очень даже управляема. Вот. И я говорю, вот эта книга, женщина и ислам. Прочитайте. От начала до конца. Опыт огромного количества людей, женщин, которые прошли через самые разные огонь и воду, медные трубы. И когда вы прочитаете, вы поймете, что к чему и как. Что требуется, на самом деле, ценить, а что требуется очень здорово игнорировать. Поэтому я к тому, что эта дуа, которую мы прочитали, здесь проведенная, оно, да, как я сказал, с мужским характером, но в то же время добавляем. Но сегодняшние женщинам тоже очень часто приходится надевать на себя мужские доспехи, дабы преодолевать тяготы жизни.